По диагностике, по нареканиям, вот все, что есть, чтобы знать предварительно о машине, все важное, все, что нужно знать перед покупкой. Обычно я знаю, у вас такая диагностика, прям довольно подробно имеется, в ней все прописано. Ошибки, окрасы, запотевания, течи. Тормозные колодки, передняя часть, износ. Тормозные диски, задняя часть, большая выработка. Тормозные колодки, задняя часть, просто износ. Ну, на этом все, ну, как бы, как указано, что машина в идеально техническом состоянии, там, никаких аналогов нету, все в отличие в техническом состоянии. Единственное замечание, тормозные диски, задняя, передняя часть, переследующая домена колодок, с дисками, по задней части только колодки менять надо было. Диски в хорошем состоянии. Отлично, ну, то есть все, сюрпризов с машиной быть не должно. Ну, однозначно. Капот очень сильно отписочен, даже по немецким меркам, даже с учетом автобана, в скорости 250. Это очень отписоченный капот, причем этот капот, вот здесь вот видно полироль, то есть это полированный капот. И если он так выглядит, это плохой зоночек, это пробег точно не 55. Очень плохое состояние бампера, очень плохое состояние переднего бампера. Бампер адски отписочен. Состояние радиаторов, ой, мама! Так, вот таких радиаторов по Германии еще не видел, они еще уже и подтекают. Так, ну вот радиаторы, что-то странное. Состояние радиаторов прям пугающее. Таких радиаторов, честно скажу, я по Германии еще не видел. Я не знаю, какой это может быть пробег, но пробег 200 по Германии. Это абсолютно белые, чистые, как новые радиаторы. Кулек должен быть прям сияющий, белый, прибелый металл. Под капотом что у нас? Это защита от грузунов. Для Германии это нормально. Класс! Если честно, никаких посторонних звуков я не слышал. Работает ровно. Смотрим резину. Звездочка. Это хорошо. Это BMW-шная резина. 25-21. 25-я неделя 2021 года. Заднее колесо. Michelin. 24-я неделя 2021 года. Тоже BMW-шная эмалагация. И тоже достаточно свеженькая. Патрубки. О-ля-ля. Так, вот это для Германии тоже ненормальное состояние патрубков. Это прям чернючие, уставшие. Быть не должно. Пятерки, туринги. Они идут сзади с пневмобаллонами. Баллон сухой. Редуктор сухой. Труба местами выглядит вполне неплохо, достойно. Смотрим здесь. То же самое. Все сухо. Ничего не течет. Так. Раздатка сухая, чистенькая, беленькая. Снизу пока ничего не вижу страшного. Посмотрим состояние салона. Здесь я бы не сказал, что ручки сильно царапанные. Дверь нормальная. Здесь не обшоркано. Здесь все выглядит очень даже прилично. Руль. Итак, руль. Честно, не очень люблю я рули на G-серии. Не понимаю я. Пробег по ним все-таки тяжеловато. Но лысый. Блестит. Вот здесь вот фактуры кожи уже практически нет. То есть вот условно вот так должна выглядеть кожа. Вот. У нее есть фактуры. Здесь ее нет. Лысая. Но не до плеши. Руль не подкрашен. То есть вот он просто стал лысый и блестящий. То есть это точно не 55 тысяч километров. Но руль не убитый. Просто лысенький. И он без прокола. Обратите внимание. Руль не снимали. Не подшивали. Ничего с ним не делали. Руль без прокола. Накладка педали. Снова тяжело назвать ее убитой. Да, она изношена. Но до убитой далеко. Да, это не 55 тысяч километров. Вот с этой стороны вот так должно быть. С этой мы имеем вот такую картину. Но вполне живая накладочка. Так, кресло. Кресло, кресло, кресло. Врать не буду. Убитого кресла я здесь не вижу. Вполне. А вот, кстати, подлокотничек. О, подлокотничек аж продавлен. Вот подлокотник изношен сильно. Вот это уже не грязь. Это уже не грязь. Это уже прям кожа, стертая до основания. Это уже не очистится. Я думаю, это очищенный вариант. Так, а что у нас здесь? А здесь просто потрясающе. В хорошем состоянии кресло. Здесь кожа практически не тронута. Смотрите, я здесь не вижу ни подкрасов. Ничего. Так, а вот ремешочек уставший. Ну, тоже не в лохмотье прям. Но погрустнее выглядит. Вот здесь вот особенно. Вот он подмятый. Малек растрепавшийся. Ну, тоже не криминал. Не криминал. Так. От накладки уже ничего не осталось. Здесь чуть-чуть царапано. Ну, пока ужаса не вижу. Пока ужаса криминала не вижу. Этот потолок, кстати, довольно грязный. По немецким меркам. Смотрите, вот тут вот весь желтый. Весь-весь-весь желтый. Но вообще у задних мест, и особенно вот у ручек, вид такой, словно тут не ездили. Самая классная вещь в турингах. Вот, а в пятерках еще и шторка электрическая. Это прям отдельное удовольствие. Вот так вот только видно разницу, что то кресло пожеванное. Вот это матовое совсем. Вот это все-таки блестящее продавленное. Ну, блестящее продавленное, ну, совсем-совсем не сильно. Чуть-чуть сарапок. Все. Вот руль. По сути, вот только то, что кожа такая вот в этом месте пожеванная, выдает то, что пробег большой. Руль нормальный, кожа живая на нем. Не в лохмотье, ничего такого. Итак, я осмотрел 530-ю дизельную BMW, пригнанную из Германии, которую продает крупный официальный дилер. И, как вы уже поняли, пробег у машины смотан. Остался нераскрытым главный вопрос, сколько смотали. И прежде чем на него ответить, я хочу обратить ваше внимание на то, что это абсолютно реальный автомобиль. Его продает абсолютно реальный известный продавец, предоставляет на него диагностику и допами клянется, что с машиной все хорошо. То есть это не выдумка, а происходит на самом деле. Эту машину легко могли бы купить вы или ваши знакомые. Поэтому ответьте сейчас сами себе на вопрос. Каким цифрам на одометре этого автомобиля вы бы поверили? Вот на какой пробег, по-вашему, выглядит эта машина? Все, сделали ставку. А теперь правильный ответ. Так. Давай, погнали. 55,918. Отлично. Кажется, это новый рекорд. 297 600 километров пробег в мозгах. 55 на щитке. Считывание кодов неисправности. Экология отъезжает. Так. Ну вот это разряды, жалюзи радиаторы отъезжают. Так, посмотрим стоп-кадр, когда это было. Пробег 301 000. Итак, ошибка возникла на пробеге 301 344 километра. Ошибка по экологии. Ну, думаю, на таком пробеге ей можно возникнуть. Активная ошибка в блоке АБС. Диагностику блоков электронных дел или все у нее в порядке? Ну, подключали, конечно, да. Ниных ошибок, ничего нет. Мы однозначно делаем полнотехнический инструментальный контроль. Смотрим, подключаем и компьютер, и все, и смотрим. Ну, вот, например, смотрю, там, да, коробка без ошибок. АБС без ошибок. Не вижу смысла что-то еще комментировать. Если вы офигели так же, как и я, но вам нечего сказать, просто поделитесь этим видео с друзьями. Пускай они тоже офигеют. Если есть что сказать, комментарии внизу в вашем распоряжении. Я же хочу обратить ваше внимание на несколько очень важных моментов. Первое. Машины из Германии поголовно мотают. Именно потому, что вычислить реальный пробег на немке действительно очень тяжело. В случае с этой пятеркой обмануть можно было практически любого. Уверен, что про пробег 200 тысяч километров подумали многие. Но никто из вас не дал бы по внешним признакам этой машине пробег 300 тысяч километров. Вот это матовая красота. Это 300 тысяч километров по Германии. Мотайте на ус. В данном случае большой пробег однозначно выдают только фары и капот. Но это признаки пробега, которые убрать проще всего. И на осмотренной пятерке этого не сделали только из оленепродавца. Оптика. Семнадцатый год. Шестой месяц. Это фары. И семнадцатый год. Примерно тот же шестой-седьмой месяц. Это фара. Фара от пескоструйна в хламину. Она гладенькая. Ее полировали. Может быть даже мы где-нибудь... Да, вот они следы полировки. То есть это полированная фара. И если вот так выглядит полированная фара, то я подозреваю, что не полированная фара была просто белой. Да и в целом. Вот это вот, это не грязь. Вот так бампер выглядит, если к нему приблизиться. Наглядная иллюстрация. Я недавно привез из Германии полноприводную трешку BMW с пробегом 180 тысяч километров. Вы ее могли видеть у меня в телеграм-канале. Машину с таким пробегом я привез потому, что все очень просили привезти трешку в бюджете до двух миллионов рублей. А с другим пробегом полноприводные трешки в этот бюджет не бывают. Продавал я машину честно, с тем пробегом, какой есть. Разумеется, фары, капот и бампер были от пескоструйны. Новый владелец машины попросил убрать эти следы. В авторевизоре реставрации машине разобрали переднюю часть, отполировали фары и противотуманки, перекрасили капот и бампер, причем капот перекрасили под толщиномер. То есть по дилерской диагностике такая машина будет считаться без окрасов. Итог. День работы и машина выглядит, словно только что покинула конвейер. Представьте, что так бы сделали на осмотренной пятерке. Добавьте к этому реально классное состояние салона, и я уверен, что 99% не только покупателей, но и подборщиков точно бы поверили в пробег на доме. Потому что зацепиться реально почти не за что. 21 год, ну поэтому у него какой-то приемлемый внешний вид. Ну ушки еще матовые у нее. Если вы смотрите машину из Германии, придирайтесь к каждой царапине, ищите следы съема щитка приборов. Так, а вот тут вот заправлено неаккуратно. Я вижу потроха. Сейчас попробую. Вот, вот видно в щель. Вот там вот что-то беленькое. Вот сюда, похоже, залезали. Но брать не буду. Сильно следов не видно. Просто щель больше обычного. Вот тут вот какой-то засечек. Обращайте внимание на состояние радиаторов и на состояние выхлопа. На пороге, на ремни, на накладке педалей и на состояние резины. 20 лет уже вожу машины из Германии. Если у машины пробег до 100 тысяч километров, у нее родной комплект колес идет. Все. Можете пользоваться этим знанием, можете не пользоваться. Я просто предупреждаю. Хороший признак определения пробега. Абсолютно бесплатный. Посмотрели дату? Понятно. Не родной комплект колес. Значит, никаких 50 тысяч километров быть не может. Второй важный вывод. На него хочу обратить особое внимание. Состояние машины из Германии не зависит от пробега. Напомню, что недавно я проверял тоже у официального дилера такую же BMW с пробегом 60 тысяч километров на одометре. Она оказалась смотана со 160 тысяч километров. То есть реальный пробег у нее был в два раза меньше, чем у главной героини сегодняшнего выпуска. Но при этом по состоянию машина с пробегом 160 тысяч километров была гораздо хуже. Оно завелось. На последнем издыхании. Обороты у нас куда-то поплыли. Ой-ой-ой. А сейчас случилось? Что-то как-то он работает с перебоями. У нее уже хреново работал мотор. Были пропуски по цилиндрам. У нее были актуальные ошибки по управлению двигателем. У нее были проблемы с подвеской. При этом у машины с пробегом 300 тысяч километров вообще не к чему придраться. Машина исправна. Каких-либо нареканий по технике я не обнаружил. Все работает. Те, чьи запотеваний нет. Ошибок тоже. То есть, еще раз. У машины из Германии с реальным пробегом 160 тысяч километров состояние фиговое. Машина после покупки поедет сразу в сервис. У машины из Германии с реальным пробегом 300 тысяч километров состояние хорошее. И машина еще послушает. Это наглядный пример для тех, кто гоняется за пробегом. В случае с машинами из Германии выбирать надо не цифры на одометре, а состояние машины. Потому что, как вы видите, даже пробег 300 тысяч километров для машины из Германии – это не приговор. Почему так происходит – тема для отдельного ролика, но если кратко, то в Германии выстроена иная система эксплуатации машины. Подавляющее большинство машин находятся в лизинге. И лизингодатель поддерживает свои машины в хорошем состоянии, потому что, как правило, лизингодатель – это сам производитель, то есть тот же BMW-банк. В итоге машина покупается новой у производителя, обслуживается на сервисе самого производителя и после лизинга будет продаваться в дилерском центре самого же производителя. Поэтому машину изначально поддерживают в хорошем состоянии, соблюдают регламент и, если какой-то узел выработал свой ресурс, его меняют на новый. Потому что производитель заинтересован не только в том, чтобы нынешний владелец после лизинга снова взял себе новую BMW, но и чтобы его старую машину можно было продать как можно дороже, а для этого она должна быть в хорошем состоянии. Плюс тот, кто купит машину после лизинга, тоже в дальнейшем должен не страдать, а прийти за новой BMW. И если мы посмотрим дилерскую историю этой пятерки, то увидим, что ее обслуживали и меняли в ней все необходимое до последнего момента. И в итоге сейчас машина полностью исправна. Поэтому, если вы реально выбираете себе машину из Германии, не слушайте тех, кто фыркает что-то про пробег 180-200 тысяч километров и с умным видом рассуждает, что ездить машине осталось недолго. Единственное, на что вы должны обращать внимание, это состояние машины. Под капотом, говорю сразу, криминалы не вижу, следов масла никаких не вижу, следов течи не вижу. Выкрутил колеса, посмотрим, что спереди. Меня вот больше всего здесь интересует. По трубке турбины абсолютно сухо, абсолютно сухо, ничего не течет. Рейка сухая, привода сухие, мотор сухой, стойки сухие. Единственное, я вот не вижу следов, что все это менялось в каком-то хотя бы относительно недавнем времени. Откручение, что все это вообще с завода все еще стоит. Но еще раз, все сухое. Обратите внимание. Сухо, 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 сухо. А те, кто кричит, что пробег 200 из Германии это много, в итоге и покупают вот подобные пятерки с пробегом типа 50 тысяч километров, потому что сами по факту вообще не разбираются в вопросе. И потом эти же умники будут сотрясаться, какие BMW ненадежны, и что на пробеге 50 тысяч километров совершенно беспричинно застучала рейка, ну или срыгнула раздатку. Отдельно хочу еще обратить внимание. Мой автомобиль. Состояние автомобиля. Так. Очередное ТО. История обслуживания. Смотрите. Ну сволоты же, а? Ну сволоты. То есть видите, здесь тоже ставят фейковые дожки. То есть здесь тоже подтирается. Очень любят наши перекупы, фотографировать вот так вот историю обслуживания. Типа все честно. Но чушь собачья. Это все нарисовано. Некаких 55, 155, 255 здесь речь не идет. В общем, чем раньше все перестанут гоняться за цифрами на одометре, тем раньше перекупы перестанут мотать пробег, и тем раньше установятся справедливые цены на машины. Ведь ничего страшного в большом пробеге нет, но только если вы заплатили за него справедливую цену. Ведь почему из Германии многие везут перепробежные машины? Потому что они существенно дешевле машин с маленьким пробегом. Немцы прекрасно знают, что на большом пробеге что-то изношено, и что оно потребует замены в ближайшем будущем. Поэтому и цена на такие машины в Германии пропорционально ниже, чем на те, которые вложений не требуют. Наглядный пример. Открываем mobile.de и смотрим цены на 530-е BMW. Машина с пробегом 286 тысяч километров стоит 21 800 евро. Если ограничить пробег до 60 тысяч километров, то первое предложение будет уже за 32 500 евро. Машина с маленьким пробегом дороже на 50%. Напомню, что наш дилер в Москве просил за смотанную с 300 тысяч километров машину 17-го года 3,5 миллиона. И это очень завышенная стоимость. Сейчас за 3,5 миллиона я могу привезти на заказ из Германии такую же дизельную 530-ю, только не с 17-го, а с 19-го года. И не с пробегом 300, а с пробегом 97. Но это сейчас, по нынешнему курсу. Еще три недели назад такая машина обошлась бы вам под ключ в 3,2 миллиона. Если сравнивать машины не на заказ, а машины в наличии в Москве, то за 3,5 миллиона я у себя в телеграм-канале предлагал даже еще более богатую, полноприводную BMW 640 с родным пробегом 120 тысяч километров. Напомню, что я также помогаю с проверкой и покупкой автомобилей из Германии, которые продаются в Республике Беларусь. Если кому нужно проверить машину в Минске или Гомеле или Бресте, обращайтесь в все мои контакты в описании. Так вот, в Республике Беларусь в бюджете до 3,5 миллионов можно купить не 530-ю, а вообще М-550Д. И пробег также будет меньше, чем у машины, которую предлагал дилер в Москве. А если мы посчитаем себестоимость этой 530-й из Германии, то станет совсем грустно. 530-ю с пробегом 286 тысяч километров сейчас можно привезти из Германии за 2,5 миллиона. Это опять-таки по сегодняшнему курсу. Осмотренную машину привозили, когда курс был 65, то есть она обошлась бы в 2,1 миллиона. Но это я считаю с полной российской таможней, а это без малого 9 тысяч евро. Эту же машину завозили через Республику Беларусь, то есть она вообще обошлась меньше 2 миллионов. И это самый главный вывод. Полтора миллиона прибыли с машины за 2 миллиона. Поэтому сколько бы мы об этом ни говорили, все равно будут мотать. А значит, увы, будут и пострадавшие от этого люди. На самом деле случай вопиющий, случай страшный, опасный. И теперь машины из Германии покупать еще страшнее, потому что, ну, ребят, простите, 300 тысяч километров. Даже я бы тут не их дал. При том, что я знаю, как должны выглядеть машины из Германии, а эту машину не особо-то готовили. Чтобы продемонстрировать массовый характер этого явления, расскажу вам еще одну недавнюю историю. К нам в сервис на ТОшку заехала BMW 630 GT. Месяц назад ее купили у крупного официального дилера. Машину эту тоже пригнали из Германии. И у дилера в Москве она продавалась с пробегом 49 477 километров. В нашем сервисе во время ТОшки мы еще бесплатно делаем техническую инспекцию. Среди прочего, проверяем сход-развал и подключаемся к машине. И вот что мы увидели при диагностике. В мозгах 240 тысяч километров. На одометре при этом 50 тысяч километров. Для владельца шестерки, разумеется, это был полнейший сюрприз. И дилерская диагностика при покупке ничего такого не сообщала. Кстати, заодно выяснилось, что криво приклеенный на крышке багажника шильдик X-Drive это просто криво приклеенный шильдик X-Drive. Машина на самом деле заднеприводная. Остается надеяться, что хотя бы эта дилерская диагностика смогла обнаружить. Поэтому главный вывод, увы, прежний. Машины из Германии поголовно мотают. К тому же состояние машины из Германии бывает очень разное. Поэтому, чтобы вам не говорил продавец пригнанной машины в России, покупать их без проверки нельзя. Угу, ты у нас еще и толстокожая, вдобавок ко всему. Довольно часто спрашивают, может ли машина быть окрашена в два слоя в Германии, немецкая. Да, может, но она вся должна быть окрашена в два слоя. И она должна быть симметрична лево-право. То есть, ее не может все быть окрашено в два слоя, а одна деталь в три слой или в один слой. Вот. Лево-право должно быть симметрично. А самое главное – проемы. Проемы тоже должны быть повышенное значение. 110 в проемах. Обычно в проемах 60-70. Вот. Если проемы тоже повышенное значение, то да, это может быть заводской окрас. Если хотите машину из Германии с честным пробегом и по справедливой цене, то либо везите самостоятельно, либо ждите на заказ. Либо, если не хотите связываться ни с первым, ни со вторым, ищите в Республике Беларусь. На сегодня это действительно разумный компромисс, которым, между прочим, пользуется большинство наших перекупов и наших же дилеров. И вы сами можете в этом убедиться. В описании к этому видео я оставил ссылку на автору. Со всеми свежими предложениями машин из Германии, которые привезли на продажу в Республику Беларусь. Уверен, что там каждый найдет для себя что-то интересное, независимо от бюджета. И да, я знаю, что долго не выкладывал ролики, но это потому, что я, во-первых, наконец переделал сайт авторевизора.рф. Там теперь есть ответы на все ваши вопросы по поводу машин из Германии и по поводу проверки в Республике Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, я работаю над большим сложным роликом про то, какие машины можно пригнать из Германии в бюджете 2-2,5 миллиона. Так что подписывайтесь на канал. Традиционно желаю всем вам ездить только на хороших машинах и традиционно призываю быть внимательным при покупке автомобилей, если не хотите узнать про смотанный пробег, когда приедете на замену масла. Будьте аккуратны с машинами из Германии. Не стоит покупать автомобиль из Германии без проверки оригинальности пробега. Потому что, извините, когда вы покупаете машину с пробегом 55, вы рассчитываете на одни вложения, а когда вы машину с пробегом 300 тысяч километров покупаете, то вложения вас ждут уже совсем другого рода. Хотя, повторюсь, технически фиг тут подкопаешься. Завези такую машину на любую сервис или на любую диагностику. Скажут, что с ней все отлично, живее машины в жизни не видели. Вот такой интересный опыт. Ну и приятно, приятно, что BMW подтвердила свою надежность. Была она в свое время подпорчена, но сейчас она просто безупречна. И еще немного про технику, которой не страшен пробег. Ролики на этом канале уже два года выходят благодаря компьютеру, собранному на компонентах Cooler Master. Так что традиционное и заслуженное спасибо за техническую поддержку.